Всем привет, мальчики и девочки! Меня зовут Хоббит и на ваших экранах программа Время Нарезки! Сегодня у нас, так сказать, юбилейный выпуск Время Нарезки, который по совместительству является последним. Да-да, я больше не буду делать обзоры на мясные игрульки, мне пора заняться программой Время Жратвы и другими проектами. Но так как я с большим уважением отношусь к немногочисленным фэнам этой программы, я решил сделать последний выпуск Время Нарезки и посвятить его игре, о которой я уже слышал много всего хорошего и плохого, поэтому она просто нуждалась в обзоре. Короче, сегодня я поведаю вам о Call of Duty Black Ops 2. Мы использовали самые передовые системы сюжета, а он просто исчез. Почему я повелся на Black Ops 2? Все очень просто. В дебютном трейлере игры значились два моих любимых персонажа. Сценарист Тёмного Рыцаря и, конечно, Тренд Резнер, величайший прародитель моей татуировки и просто хорошей музыки в группе Nine Inch Nels. То есть, увидев эти имена, я просто обязан был стимнуть эту игрулю. И вот, что я узнал, когда я его скачал. Во-первых, Black Ops 2 – это прямой сиквел первой части, главным героем которого выступает Дэвид Мэйсон, сын, соответственно, Алекса Мэйсона, героя предыдущей части. Алекс Мэйсон сдох, а его сын жальст отомстить за смерть своего отца и узнать, что же случилось в далеком 1986 году. На самом деле, как оказалось, да что там, всё и так понятно было, мир ждёт не слишком приятное будущее. Ну, по крайней мере, Америку. Находясь в состоянии холодной войны с Китаем по причине дефицита полезных ископаемых, служащих для создания рентгена оружия, Америка подвергается козне матского террориста. Фича в том, что создатели реально советовались с политологами на тему вариаций развития событий в будущем, чтобы не опростоволоситься. В этот раз в игре два главных героя – Алекс Тузит в 80-х, и, соответственно, участвует в боях того времени и Дэвид, который борется с Траули Менендесом. Всё начинается. Ему не нужно своё оружие. У него есть наше. Накал страстей Black Ops 2 не оставит вас в спокойном состоянии ни на минуту. Здесь вы на истребители полетаете, и лошадь оседлаете, и полазаете по скалам, и даже выполните пару миссий в стелс-режиме. Всё по-прежнему резко, как понос, и в течение полутора часов непонятно, что вообще происходит. Это и есть фирменный стиль всех Call of Duty, за что мы их так сильно и любим. Особую няшность вызывают спецоперации – Strike Force, которые открываются по мере прохождения игры. Их смысл освобождать разные страны от гнёта Менендеса и организации Cordis Day. Ну, короче, вам предстоит защитить базу, проводить конвой, убить какого-то генерала и так далее. Но делать вы это будете не один. В вашем распоряжении четыре отряда по несколько бойцов в каждом, которыми вы управляете. Сначала в режиме стратегического планирования, вид сверху, а потом уже по-серьёзному. Ну, вы поняли. Оружие, несмотря на 2025 год, в игре не суперфантастическое. То есть никаких плазмоганов здесь нет. Но зато винтовки снабжены рентген прицелами и способны пробивать бетонные стены. Благо, патронов у них не так уж и много, а дома можно было бы и не играть. Кроме обычных людей, здесь вам предстоит вспомнить опыт солида снэка и завалить множество дронов и огромных роботов. Всё-таки будущее, что тут скажешь? Одно из главных фишек в игре является то, что почти в каждой миссии есть несколько моментов выборов, исход которых вы поменяете судьбу главного героя. Соответственно, в игре есть как минимум два варианта прохождения, ну и четыре варианта концовки, которые я вам тоже рассказывать не буду. Мультиплеер в игре, конечно же, тоже есть. Но он не вызывает такого восторга, его по сути ничем не отличается от предшественника. Благо, про зомби-режим тоже не забыли, так как по мне это любимая забава в Лэкопсе. В зомби-режиме, кстати, много нового. Например, сюжетный режим Транзит, как Дань, Уважение или что там, Left 4 Dead. Вы перемещаетесь между локациями, выполняете простые квесты и отстреливаете зомбарей. Кроме этого в режиме Гриф может играть целых восемь игроков. Разделитесь на команды и выясните, кто дольше продержится. Короче, не знаю, что там говорят, но игры серии Call of Duty всегда вызывали много нареканий. Сто будов есть миллион тех, кому понравилось, и миллион тех, кто скажет, что это говно. Но при этом купили игру за свои кровные деньги. Суть в том, что компания от этих комментариев уже много лет ничего не теряет. А пища для ума и для троллинга быть должна. Поэтому смотрите сами, я скажу точно, игра стоит потраченных денег. Если вы, конечно, не скачали ее с торрента, в таком случае и пиздить-то грех. Короче, я прощаюсь с вами. Увидимся в следующих программах. Вы няшки! Не забывайте репост и лайк. Всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова